Всем привет. Мой доклад называется Mobile и Desktop или Performance или DX. Немного о себе. Как уже сказал Миша, я руководитель фронт-энд разработки SMB. Я занимаюсь всеми продуктами, которые позволяют пользователям ВК зарабатывать на разных сервисах ВК. Например, это ULA, VK Market и разные другие сервисы. Я считаю, из чего выставить мой доклад. Вначале я расскажу, почему стоит уделять внимание мобильному вебу. Затем расскажу про способы разделения мобилки и десктопа. Затем приведу опыт разных продуктов ВК. Ну и в конце подведу некие итоги. Так, почему стоит уделять внимание мобильному вебу. Если посмотреть на график Яндекс.Метрики, то можно посмотреть, что сейчас мобильный трафик примерно в полтора раза превышает трафик дескопа. Хотя лет 10 назад он был на 5-10% меньше. Но есть же мобильные приложения. Почему бы всем пользователям их не поставить? Зачем нужно еще мобильный сайт поддерживать? Тут есть некоторые проблемы. Во-первых, просто не все пользователи хотят ставить мобильные приложения. Во-вторых, не на всех операционных системах они могут открываться. Ну и в третьих, нужно учитывать внешние факторы. Например, в прошлом году наше приложение ВК было заблокировано на iOS в течение какого-то времени. Ну и, соответственно, пользователи не могли получать новые фичи, у которых было установлено приложение. Ну и новые пользователи тоже не могли устанавливать себе приложение. Также, по данным Google, более половины пользователей покинут сайт, если он загружается больше, чем 3 секунды. Ну и с каждой секундой эта конверсия вырастает. Так, какие есть проблемы производительности мобильных сайтов? На самом деле проблем может быть много. Например, это сетевые проблемы. Это проблема того, что мы просто плохо написали код. Ну и проблема того, что у нас сборка очень много, в принципе, кода. И чем больше кода, тем дольше грудится страничка. Ну и нас интересует третий вариант. Потому что из-за того, что мы имеем общую сборку мобилки и десктопа, у нас может на странице появляться много лишнего кода. Ну и, соответственно, страничка грудится дольше. Какие могут быть проблемы с точки зрения developer experience? Ну, во-первых, если у нас есть две разные сборки под мобилку и под десктоп, нам нужно просто писать код два раза. Дальше, если мы используем media queries на каком-то большом проекте, это не очень удобно, потому что если нам нужны какие-то специфичные элементы показать для десктопа или для мобилки, например, мы мышкой наводим какой-нибудь элемент на десктопе, у нас показывается tooltip, а на мобилке у нас открывается pop-up, и это тоже не очень удобно. Ну и также есть проблема с media query в том, что туда лезет, ну, навчан к нашей странице лезет много лишнего CSS-кода. Ну и третья проблема. Если мы определяем мобильность или десктопность с помощью JavaScript, у нас весь код может быть наполнен флагами из mobile, ну и, соответственно, этот код на самом деле не очень стабильный, потому что мы можем легко поменять мобильную страничку и поломать десктоп, или наоборот. Какие есть способы разделения сайта? Ну, самый первый я уже рассказал, это с помощью CSS мы разделяем с помощью media queries. В каких случаях их хорошо использовать? Ну, в первую очередь, если у нас есть какие-то лендинги и странички, на которых не так много бизнес-логики. Ну и второй вариант, это с помощью JavaScript. Мы на JavaScript, на клиенте определяем то, какая платформа сейчас у клиента, ну и, соответственно, отдаем ему ту или иную верстку, можем подгружать какие-то чанки дополнительные. Ну и третий способ отразделения на уровне сети, соответственно, когда к нам приходит запрос, мы смотрим на юзер-агент пользователя и определяем, с какого устройства он пришел, и можем отдавать ему сразу отдельно мобильную сборку или отдельно десктопную сборку. Так, зачем стоит вообще задумываться о разделении мобилки и десктопа? Во-первых, у нас лучше юзер-экспириенс, потому что некоторые элементы на мобилке и десктопе могут выглядеть по-разному. Например, у нас есть какие-то боковые слайдеры на мобилке, нам хочется взять и пальцем начать их листать вправо. А на десктопе хочется показать стрелочки, и чтобы мы мышкой кликали, и они у нас переключались. Также, как уже выше сказал, у нас повышается производительность. Если мы отделили, выкинули лишний код в десктопе из мобильного чанка и наоборот. Ну и также приятнее десктопа-экспириенс у нас меньше вероятности поломать десктопный код, внесение изменений в мобильный код. Теперь расскажу о возможных способах разделения и на самом деле объединения. Значит, будем оценивать по двум критериям. Первый критерий — это производительность. Ну и второй — это поддерживаемость. Рассмотрим крайний случай, когда у нас есть две сборки под мобилкой и под десктоп, и у них еще разные технологии используются. Вот у нас в случае с продовительностью у нас все хорошо, потому что отдается либо мобильный чанк, либо десктопный чанк, но разработка сильно страдает, потому что им приходится учить сразу две технологии, ну и, соответственно, писать код два раза. Как пример, такая проблема была когда-то на сайте ВКонтакте. На десктопе у нас был React.vk.ui, а на мобилке в разное время использовали JS2.php, Elefys, Preact. Ну, первые две — это специальные транспиляторы JavaScript кода в PHP код, ну а Elefys — это TypeScript кода тоже в PHP код. Вот. Ну, чуть лучше ситуация, если у нас две сборки, одна технология. В этом случае все равно разработчикам приходится код писать два раза, но не нужно учить два разных фреймворка. Можем улучшить ситуацию? Можем. Можем взять и сделать общую библиотеку UI-компонентов, чтобы она использовалась сразу на десктопе и на мобилке. Еще лучше ситуация, если мы возьмем и вынесем общую бизнес-логику. Тогда разработка будет совсем счастлива. Значит, что может быть общей бизнес-логикой? Ну, например, то, как данные хранятся и обновляются. Это может быть State Manager или какие-то модели данных. Также это могут быть чистые функции, ну, функции, которые могут вызываться вообще независимо от платформы. И также общие компоненты, ну, компоненты, которые рисуются и в процессе их антрисовки. Они не знают вообще, на какую платформу они вызываются. Ну, соответственно, там не может быть никаких флагов из мобайла, из десктопа. Рассмотрим теперь обратную ситуацию. У нас, наоборот, одна общая сборка, общий чанг и сразу мобильный десктоп. Но в этом случае у нас производительность страдает, потому что всем пользователям дается сразу и мобильный код, и десктопный код. Ну, и разработка тоже может страдать, потому что если у нас какая-то сложная бизнес-логика, разные бизнес-слоги, мобилки и десктопа, также невелика вероятность совершить какие-то баги при разработке. Ну, например, мы кликаем на кнопочку, и на мобилке у нас происходит редирект, какую-то другую страницу, а на десктопе у нас открывается модалка, которая грузится асинхронно. Можем улучшить? Можем. Можем взять и сделать две сборки разные для мобилки и десктопа. В этом случае производительностью будет все окей, но разработка будет опять страдать, потому что, как и раньше, нам приходится поддерживать две версии. Можем точно так же, как и раньше, улучшить, выделив общий UI, ну и также сделать общую бизнес-логику. Подводя некие итоги, когда у нас все хорошо с производительностью, когда все плохо, на самом деле все плохо только если у нас есть одна сборка и общий чанг. В остальных случаях с производительностью в целом все хорошо, но с производительностью, которая связана именно с мобилкой и десктопом. Естественно, могут быть другие проблемы какие-то. У нас поддерживаемостью все хорошо только в случае, если мы выделяем общую часть, общую бизнес-логику, общий UI. Либо у нас две разные сборки, либо одна сборка, ну и два разных чанга, мобильный и десктопный. Теперь расскажу про опыт, как с этой проблемой боролись или как вы решали разные продукты ВК. Начну с Юлы. Если кто не знает этот сервис объявлений, значит, веб-верси Юлы была запущена в 2017 году, тогда уже трафик мобильных устройств был достаточно большим, ну и, соответственно, решили сделать сразу одну сборку, которая будет рисовать сразу и десктоп, и мобилку. Ну и, соответственно, сборка выглядела так, у нас просто одна сборка, и там рисуются сразу контейнеры общие, общая бизнес-логика, общего компонента, вообще никакого разделения не было. Ну и столкнулись с теми проблемами, о которых я рассказывал, что у нас был разный бизнес-слов в мобилке и десктопе, значит, код стал сложно поддерживать, ну и, соответственно, сборка сильно выросла. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, чтобы взять и выделить общие UI-компоненты, которые могут быть использованы на мобилке и десктопе, общую бизнес-логику, ну и отдельно сделать два чанга, мобильный чанг, десктопный чанг, и собирать их отдельно в мобильном и десктопном контейнерах. К чему это привело? Ну это привело к тому, что разделение мобильной и десктопной версии уменьшило размер чанга на 30%. Но сборка осталась одна, как и была, ну и чанг грудится, ну определение того, какую платформу показывать, мы делаем на клиенте. Вот, теперь расскажу про дзен. Значит, дзен был запущен в 2015 году. Изначально это был продукт Яндекса, соответственно, на главной страничке Яндекса внизу грузился сервис Дзена. Затем сервис Дзен перешел в ВК, и наоборот, на главной страничке Дзена стали грузиться сервисы Яндекса, Яндекс.Новости, Яндекс.Поиск. Он вставлялся через iFrame. Соответственно, как сейчас выглядит сборка дзена? У Дзена есть две разных сборки, одна мобильная, другая десктопная, и они все загружают один и тот же общий чанг, который использует сразу общий UI-компонент, общий контейнер и общую бизнес-логику. Однако у Дзена нет таких проблем с производительностью, у нас лишний код не попадает в чанг. Почему так происходит? Ну потому что в Дзене есть специальный общий хук, который позволяет как раз разделять код на мобильный и десктопный, и уже когда мы собираем этот чанг в мобильной десктопной сборке, лишний код просто вырезается из чанга. То есть мы собираем мобильный чанг, у нас доступный код просто не попадает в сборку. Соответственно, таким образом код пишется сразу на две платформы, и разделение происходит на уровне сборки. Ну и, как уже сказал, две разные сборки используются. Теперь расскажу про ВКонтакте. Ну, Тарас немножко рассказал до меня, как была устроена мобильная версия ВКонтакте, но в целом ВКонтакте был запущен в 2006 году, еще до релиза первого айфона, поэтому сборка ВКонтакте выглядела примерно так вот. Есть две разных сборки, мобильная и десктопная, разные экраны, ну и, соответственно, вся бизнес-логика разная. К чему пришли? Пришли к тому, чтобы запилить общую библиотеку компонентов ВК-UI, чтобы можно было использовать сразу на мобилке и на десктопе, ну и также выделять общую платформенную бизнес-логику. Но это привело к тому, что у нас появился time-to-market, то есть мы смогли быстрее доставлять вещи на прот, потому что разработчикам не нужно писать код два раза. Ну а как были две общие сборки, так они и остались. Теперь расскажу про Одноклассники. В Одноклассниках похожая история, как и ВКонтакте. Они тоже были запущены в 2006 году. И там точно так же выглядела сборка, мобильная сборка, десктопная сборка. И точно так же, как и ВКонтакте, проходим к тому, чтобы использовать общую библиотеку и компонентов, чтобы не писать код два раза. Кроме того, в Одноклассниках сейчас работаем на тему, чтобы объединить сборки, чтобы у нас... Ну сейчас вот эти сборки совпадают уже на 80%. Также внедряем общую UI-библиотеку. Ну и как были две общие сборки, так они и остаются. Теперь поговорим про почту. Почта — это, наверное, старейший продукт ВК. Он был запущен в 1998 году, когда еще даже не было 2G, кажется. Ну и долгое время существовала только десктопная сборка. Десктопный сайт открывался, но мобильная сборка появилась только, когда начали активно поддерживать тач-устройство. Она называлась еще тач-почтой. Ну и точно так же, как и предыдущие два продукта, сейчас внедряем общую UI-библиотеку. Ну и оставляем также две разные сборки, мобильную и десктопную. Вот. Ну а разделение в почту мобильные доступные компоненты происходят через специальные атрибуты, чтобы не писать кучу простыни из мобайл и с десктоп. Итого, к чему в целом пришли? Пришли к тому, что если есть какая-то одна обобщенная логика, ее стоит начать разделять на мобильную и десктопную логику, чтобы у нас уменьшился общий объем кода. То же самое с UI. Его тоже стоит разделять на мобильный, переиспользуемый и десктопный. И наоборот, если у нас есть разные страницы мобильные и десктопные, стоит оттуда начать выделять общий UI, чтобы уменьшить работу разработчиков, ну и общую бизнес-логику. То есть в целом все наши продукты пришли примерно к такой картинке, ну или постепенно приходят. Соответственно, есть либо две сборки, либо есть одна сборка, которая собирает два чанка. Также выделяем общую бизнес-логику, общий UI, ну и также оставляем кусочки десктопного UI и кусочки мобильного тоже UI. Вот, все хорошо, но есть, конечно же, нюансы. Какие могут быть нюансы? Ну, например, если у нас есть большой уже готовый проект, то, естественно, пытаться его как-то распилить или, наоборот, два проекта объединить может занять достаточно продолжительное время. Во-вторых, у нас усложняется поддержка всей этой системы, потому что система становится сложнее. Также нам нужно делять внимание сборке и оптимизации. И также вопрос, что делать с планшетами, потому что мы там переворачиваем экран, у нас iPad, и, соответственно, с одной стороны нам нужно показывать touch-компоненты, с другой стороны по расширению это как бы десктоп. На этом все. Спасибо за внимание. Продолжение следует...